так всем доброе утро из святого города иерусалима так всем доброе утро из иерусалима будем сейчас мы изучать продолжать притчи так ботертов шалом hello bonjour яков шатанин здесь у нас лифименко антон светлых моментов в жизни шалом все воодушевленные после песоха вышли из египта новый президент в украине ожидания только позитивное спереди да то есть прям все ждут что сейчас вот выйдем на свободу все выйдем на свободу и значит все алекс подделка ботертов все значит давайте какие у нас есть в их выводы выводы есть из песоха из песоха значит вышли из какого-то рабства нужно было выйти из каком из каких-то ограничений из каких-то старых схем как знаете как сбрасывают старую шкуру есть какие-то животные хвосты отбрасывают также мы должны были отбросить какие-то старые свои привязанности старые свои какие-то идеи мысли значит для меня был вывод в том что песок называется праздник веры праздник имуны то есть мы как вспоминая как это все было мы понимаем что бог управляет миром что он всесильный что он может бог может сделать любое чудо да поэтому например удивиться что выбрали владимир озеленского президентом как бы после песок хочу удивляться если бог может взять народ из народа вывести если ну и так далее то есть песок нас как раз и учит песок это скачок такой да и он нас учит видеть в мире что некоторые люди пытаются впихнуть мир в свою свое представление как он должен работать и какой он вот прямо большинство людей они настолько знают как какой мир они так уверены в своих убеждениях так уверены в своем знании что будет и для них конечно это может быть неожиданностью какой-то да когда вдруг трамп становится президентом или еще что-то происходит вдруг но для человека который каждый год празднует песок и понимает что в любой момент в мире вдруг может случиться совершенно но совершенно невероятные вещи которые которые по естественному причинно-следственному какому-то заведенному порядку кажутся нереальными но они тем не менее случаются постоянно каждый год из песок это праздник веры в в чудеса праздник веры в скачок да само слово песок переводится скачок скачок в духовном развитии скачок в физическом развитии скачок то есть везде везде значит возможно вот этот вот знаковый переход скачок это праздник вот это как бы суть песах а дамы каждый год вспоминаем проходим сквозь этот вот процесс это как тренинг такой да песок это как тренинг для того чтобы освободиться от чего-то, а то как мы можем освободиться от чего-то. Человек курит, например. Как он освобождается от ограничения курения? Он прежде всего перестает верить в то, что он не может без сигареты. Он перестает верить в то, что ему обязательно надо закурить. Человек освобождается от курения, когда он начинает... И он выходит из одной веры и приходит в другую веру. В какую веру он приходит? Веру, что я могу жить без сигарет, я буду здоров, я буду... И так далее. То есть любое освобождение, любой переход, любая трансформация, это прежде всего освобождение из каких-то ментальных конструкций, интеллектуальных конструкций, в которые человек верит. И переход в новую интеллектуальную плоскость, в тоже вопрос веры. Потому что, в принципе, мы все живем в мире веры. Только цадик, как сказал Хавакук, цадик праведник, он он верой своей будет жить. праведник, да? То есть он не просто будет жить, он будет жить вечно. А злодей, он тоже верой своей, только он не будет жить. Понятно, да? Хорошо. Все, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Значит, мы находимся в 30-й главе 30-й главе Мишли, притчи царя Соломона. Царь Соломон был мудрейший из людей. Он знал суть мироздания, и он с нами поделился. Значит, и он поделился с нами, делится своими знаниями. Сейчас 30-я глава. Он делится знаниями, вот какими. Интересно. Мы дошли до 10-го отрывка. 10-й отрывок такой. Значит, не говори злословия, сплетни про раба господину его. Может быть, он тебя проклянет, и ты останешься виноват. Значит, здесь есть очень предание, о чем здесь речь идет. Там есть целый, я сегодня читал целый рассказ огромный, что был какой-то царь, и у этого царя было две жены. И были эти две жены, значит, они были злодейки, они этого царя, значит, заставляли грешить. И они там устроили, в общем, и царя, и весь народ, они заставили грешить. И потом у этого царя была еще одна рабыня, которая, которая, он с ней тоже, значит, ему двух жен было мало, значит, он сейчас этой рабыне отношения начал крутить. И это рабыня, а у нее был раб, с которым она была там тоже в отношениях. В общем, там целая Санта-Барбара такая. В итоге, в общем, этот раб убил царя, и это в следующем отрывке будет написано там, что рабыня наследует своей госпожей, и этих цариц тоже убили, и стал, к власти пришел раб, и это рабыня, которые были до этого, ну, до этого они были рабами, а так они стали царями. Так здесь, здесь рассказывается такая интересная вещь, что вот, ну, у них была вот эта вот система такая, да, что были рабы. Рабы это были бесправные люди, но они, они принадлежали полностью хозяину. То есть, в чем отличие раба от свободного человека? У свободного человека есть свои цели, у него есть свои какие-то планы, он может взять и решить куда-то уехать, он может решить поменять работу. У раба нету своих целей. У раба, он, все его имущество и все его цели, они принадлежат его господину. Представляете? То есть, это разница между рабом и свободным человеком. И когда мы говорим, что мы рабы для Бога, то у нас, по идее, не должно быть своих целей, а у нас есть, что значит само понятие? Раб для Бога, Божий раб, да? Это, когда у человека он работает на Бога, то есть, есть заповеди, и он берет для себя своими целями в жизни и своими, своими, ну, как бы, намерениями, да, он берет намерения Бога. Интересно, в этот момент, если ты раб у Бога, то ты становишься с Богом как бы одним целым. Раб это тот, кто соединяется с Богом, как говорил про Моисея, но про Моисея, это было выше, такой, он раб Божий, да? Здесь смешная такая история, что в церкви, в какой-то этот поп, ну, священник, венчает, венчает, пару, приехала пара венчаться, и он такой говорит, венчается раб Божий, Иван, и на нее так посмотрел, и страх Божий, Василиса. Страх Божий, это то чувство, которое позволяет человеку быть рабом у Бога, потому что раб, на чем он держится, почему он держится рабом у Господина? Он боится, он боится, то есть он раб, то есть у него нет своего, он часть своего Господина, но в рабстве люди держались только за счет страха, поэтому человек, который, страх перед Богом, это основа всего, страх перед Богом, это основа, основа близости к Богу, потому что если нет страха перед Богом, что-то должен его слушаться. Ну, вот здесь нам говорится такое, в этом отрывке, в десятом, что не, не говори сплетни, значит, про раба Господину, может быть он тебя проклянет, и ты еще останешься виноват, то есть у раба, у него же к Господину есть очень близкий подход, и вот, например, человек, он начинает Господину рассказывать про раба, вот твой раб, там, то-то, то-то, что-то плохое, а потом может оказаться, что раб этот, он же ближе к Господину, к своему, к царю, и он наоборот, на тебя же сделает, ну, наоборот, ты останешься сам виноват, короче, это как-то перед выборами, тоже где-то месяца два или три назад, я позвонил одному своему знакомому, хорошему, который прямо в очень близком кругу, там, среди вот, Зеленский, вся вот эта вот, их там целая группа людей, да, каждый же человек, он не один в этом мире, да, у него есть те люди, которые ему помогают, окружают, которые за кадром, я вот позвонил одному из этих людей, и говорю, слушай, может мне тоже подключиться к выборам, там, предвыборная агитация, и я тогда как раз проводил мегатренинг, мегатренинг проводил, и мне предлагали даже, чтобы, ну, там были варианты, чтобы премьер-министр приехал туда нас поздравить, или там, бывший президент, я ему позвонил посоветоваться, а он, а он в окружении Зеленского, он говорит, слушай, не лезь в политику, зачем тебе это надо, ты ремесленник, занимаешься своим делом, занимаешься своим ремеслом хорошо, ну, куда ты лезешь, зачем тебе эта политика, зачем тебе вообще, хоть та сторона, хоть эта сторона, занимайся своим делом, и никуда не лезь, я вот решил туда не лезть, потому что вокруг каждого из них есть огромная свита, и вот эта свита, которая имеет доступ к телу, Они все равно ближе, чем человек со стороны. И когда ты со стороны приходишь и пытаешься влезть в окружение, вот этого царя и так далее, то те рабы, которые его окружают, те люди, которые вокруг него свита, они все равно, если ты только скажешь про них хоть слово плохое, то тут же они царю на тебя скажут много разных гадостей и все, и нет человека. Был человек и нет человека. И как только туда пытаются пролезть какие-то яркие и сильные люди, их система сразу вытидывает. У меня есть один сейчас друг в Москве, который очень резко поднялся тоже на самый верх и начал общаться с властью, с политиками, со всеми делами. Тут же его кто-то из ближнего круга не взлюбил, заподозрил в нем или сказали, что он что-то плохое сказал, или он правда плохое сказал и так далее. И вот то, что в этом десятом отрывке написано, сразу с ним сбылось. То есть его сразу на самом верху там прокляли, все, ему закрыт вход сейчас везде, вплоть до того, что ему придется уехать из России, скорее всего. Представляете? Вот такая история. Но так как мы учим Мишли, мы тот, кто знает, он предупрежден. Поэтому не говори сплетни про раба его господину. Почему? Может быть, тебя проклянет он и ты еще останешься виноватым. Понятно, да? Очень хороший урок. Ну а как? Вот смотрите, вокруг каждого человека есть люди, которые с ним, вот кто-то говорит, надо было влазить, надо было влазить. Вокруг каждого человека идут, есть его круг ближний, который с ним идет 10 или там 15 или 20 лет. Неужели вы думаете, что кто-то из ближнего круга пустит какого-то человека извне, который 20 лет этого не прошел пути и подпустит его близко к телу? Никто не подпустит. То есть будут всеми, там такая политика, там такая борьба идет, что просто, ну, лучше туда и не лезть. Дальше, давайте, одиннадцатый отрывок. Дор, Авив и Калель, поколение отца своего проклинает, вэт и молой варех, и маму свою не благословляет. Значит, дальше идет описание того поколения, что значит испорченное поколение. Значит, в первую очередь испорченное поколение, это то поколение, в котором нет уважения к старшему поколению, к предыдущему поколению. То есть, если по этому отца проклинают, мать не благословляют, это признак испорченного поколения. Написано, что когда придет Машех, самое будет испорченное поколение перед приходом Машеха, не будет уважения к родителям, будут над ними насмехаться и так далее. Действительно, мы видим, что в мире нерелигиозном, в котором сейчас идет колоссальное развитие технологий, знаний, ну, в особенности технологии, то предыдущее поколение, оно выглядит очень устаревшим и очень таким отсталым в глазах нового поколения. То есть, настолько идет у нового поколения другой подход, другая одежда, другие герои, там, все другое, что в нерелигиозном мире, если раньше старое поколение еще как-то держало власть, сейчас не за что зацепиться. А в нерелигиозном мире, наоборот, остается, что чем, я вспоминаю одну историю, как когда-то был один раввин такой пожилой-пожилой, и там один из таких политиков того времени, лет сто назад, значит, нерелигиозный, и вот когда они встретились, уже пожилые люди, такие оба очень высокого положения в своем кругу. И, значит, этот политик посмотрел на этого раввина и говорит, вы знаете, я, в принципе, с вашей идеологией не согласен. Я, говорит, лично с вашей идеологией не согласен, говорит этот политик раввину. Но, говорит, я вам завидую. Чем я вам завидую? Потому что вот я смотрю, как ваш внук к вам относится, как он вас уважает, как вы с ним общаетесь, и как прямо у него такое к вам уважение. А мой внук со мной даже не хочет разговаривать, то есть он просто, ну, вообще на меня не обращает никакого внимания, у нас нет никакого общения. Кстати, интересно, у всех крутых политиков сейчас, вот если мы возьмем европейских, да, Ангела Мертель, нет детей, Макрон, нет детей, Тереза Мэй, нет детей, то есть Европа управляет сейчас политиками, у которых вообще нет детей. И у них нет как бы завтрашнего дня. Так вот, значит, и этот раввина объясняет этому политику. Он говорит, вы знаете, просто вы живете в идеологии, где вы произошли от обезьяны, так каждое следующее поколение у вас дальше от обезьяны, и они вас меньше уважают, потому что они считают себя более развитыми. Мы живем в идеологии, что мы все от Бога, от первого человека, и больше всего божественное присутствие было в первом человеке. Так каждое более старое поколение, оно ближе к Богу, и оно более развитое, чем дальше. То есть есть в религиозном духовном мире, есть такое понятие, как еридата дород, как снижение поколений. То есть идет каждое следующее поколение слабее в духовном плане, чем предыдущее. Значит, признак плохого поколения, где отцов проклинают, а матерей не благословляют. Дальше, 12 отрывок. Дор таор бейнаф. Поколение чистое в своих глазах. Умитсуато ло рухац. Значит, поколение чистое в своих глазах и от испражнений не отмытое. То есть, что это имеется в виду? Значит, имеется в виду то, что на сегодня культурой, например, считается, когда детям, например, объясняют с детства, что это нормально. Сейчас, например, в каких-то странах, в Европе, пишут, что уже нет такого папа-мама. Пишут родитель один, родитель два. Первый родитель, второй родитель. Кто первый родитель? Второй родитель. То есть, есть, как-то обращаются, он, то есть, стираются вообще, стираются то, как оно должно быть изначально, что есть мужчина и женщина. Сейчас это все стирается. И говорится, это нормально, это чистота. Чистота быть вот таким вот, как бы, то есть, берут, извратили, извратили то, что является истиной, да, что есть мужчина, есть женщина, есть папа, есть мама, есть уважение к старшим и так далее. Сейчас все это извратили и объявили это чистым. Объявили это чистым и считается, что поменяли местами правду и обман. Хорошо, дальше. Какой еще есть признак поколения плохого, такого испорченного? Тринадцатый отрывок. Дор Мара Муэйнаф в Афапав и Насу. Поколение, в которое поднялись их глаза, то есть, очень гордое. И их веки, Итнасу, то есть, вообще, которые смотрят свысока на все остальные поколения, которые были до этого. И гордость, которая, вот это вот эго, гордость, как, значит, что вот именно вот это мнение, вот это мнение, вот это самое главное. То есть, что такое эго? Когда человек уверен на 100% в своей точке зрения, и, значит, но его точка зрения, она даже в его глазах, это его точка зрения. Он, он как бы объявляет свою точку зрения истиной. Вот это высшая гордость такая, да? Я говорю, я не знаю, любые точки зрения, они точки зрения людей. Это субъективная реальность. Есть, но мы не можем жить, что нет истины, да? Есть истина, надо что-то объявить истиной. Если я объявлю истиной Карла Маркса, то тогда это же субъективная истина. Будут те, кто с ним не согласны. Если я объявлю истиной, там, например, кого, кого еще можно объявить истиной? Я не знаю, там, неважно кого, любого человека. Если я объявлю истиной, то это будет не истина, это будет субъективная реальность, да? Но истина нужна, значит, я говорю, Бог, тот, кто сотворил мир, и тот, кто сказал, это добро, это зло, это истина, да? То есть, это Бог, создатель мира, он мир создал, он все это описал. Вот у нас есть Тора, которая говорит, это истина. А мне скажет, а вдруг это не Бог? Это вдруг, это идея какого-то человека, что вдруг это не Бог. А вместо этого, что можно взять? Идею другого человека. То есть, у нас есть, в принципе, выбор очень простой. Или ты берешь идею какого-то человека, или ты берешь божественную идею. Вот все равно, как бы, ну нет других вариантов. Нет у человека возможности выбирать, а только или это Тора, или это мнение какого-то человека. Или то, что здесь написано в 13-м отрывке поколения, которое говорит, а вот мое мнение. Мне, типа, мне вообще на всех наплевать, вот есть я. Это называется, вот это и то, что называется гордость. Но человек, когда говорит, это я, он должен понять, что у него, когда он родился, ни одного слова не было. То, что он называет собой, появилось после того, как в него вложили речевой аппарат. То, что человек называет собой, появилось после того, как ему все равно объяснили какие-то правила, по которым существует этот мир. И нет человека, который бы видел мир в реальности. Каждый смотрит на мир сквозь призму тех установок, и тех историй, и тех, даже изначальных установок, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно и так далее. Вот, значит, мы, наверное, узнали во всех описаниях. А, есть еще одно описание. Значит, есть еще 14-й отрывок, который нам говорит еще одно описание поколения. А ну вот сейчас я, это слово, сейчас, секундочку, мне нужно, где мне можно это посмотреть. А Этан, Этан нас слушает или не слушает? Или нас слушает Влад Косов? Ты можешь, Влад, пожалуйста, посмотреть 30-й отрывок, как его переводят вот в классических таких на русский переводах. 30-я глава, 14-й отрывок. Дор, хоровод, шинав. Херов это меч. Дор, хоровод, шинав. Или хоровод. Смотрите, то есть, как бы, если переводить дословно, то поколение, у которого зубы как мечи, зубы как мечи, и они съедают этими зубами своими бедных земли и бедных людей. То есть, поколение, в котором есть какие-то люди, которые сжирают других людей, и, значит, забирают у этих людей, у бедных людей, все забирают. Интересно, род, чьи зубы мечи, чьи челюсти ножи, чтобы пожирать всех бедных земли, всех нищих, да. Чьи зубы мечи, и чьи челюсти ножи. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что, я видел статистику, что 1% населения России, например, да, 1% принадлежит 80% всех активов России. 1% принадлежит 80%. В мире соотношение не лучше, ну, то есть, 3% принадлежит, например, 90% мира. То есть, 3% людей владеют всем миром. Вот это вот то поколение, в котором мы сейчас живем. То поколение, я думаю, что, в принципе, здесь ничего не улучшилось и не ухудшилось, потому что так было всегда. То есть, есть поколение, вообще в мире так устроено, что есть люди, которые захватили власть над миром, то есть, и они владеют миром. Есть люди, простые люди, которые являются, просто они живут и живут. И теперь вот вопрос, главный вопрос, чем заниматься? Заниматься ли тем, чтобы пытаться влезть в эти 3% и всю жизнь тратить на то, чтобы влезать в эти 3%, а потом умереть? Потому что жизнь этих 3%, в принципе, она не лучше, чем в жизни всех остальных, по эмоциональному плану. Наоборот даже. То есть, наоборот, те люди, которые у власти, у власти, те люди, которые, вот вы посмотрите, да, как они, как вся эта идет, их предвыборная борьба, сколько грязи, сколько гадости, сколько нервов, сколько потом они вынуждены совершать преступлений и насколько перед тяжелыми выборами они находятся. И, ну, скорее всего, что пройти этот путь без преступлений, ну, невозможно, потому что, например, тот же, там, президент Украины, который сейчас не будет президентом, он должен понимать, что за 5 лет по его приказам и по его действиям погибло 10 тысяч человек. То есть, на нем потенциально кровь 10 тысяч человек. 10 тысяч человек. И когда человек лезет туда, на самый верх, он не знает, куда он залезет, он не понимает, с какими выборами, с какими сложностями ему придется столкнуться. Поэтому простые люди, но, тем не менее, с детства человека накручивают, что ты или лезь туда, или ты никто. Это вообще неправильно. Абсолютно неправильно. Человек, его счастье зависит от его внутреннего состояния, а уважение к нему зависит от его честности, порядочности и насколько он выполняет божественные правила, то есть, насколько у него есть доброе, хорошее имя, которое является основным критерием уважаемости, а основным критерием счастья является внутреннее состояние, в котором человек пребывает большую часть своей жизни. И для того, чтобы на этом и надо сосредоточиться, на своем внутреннем состоянии, ощущении счастья, и на том, чтобы выстроить свой маленький мир, свой мини-мир по правилам божественным. И тогда ты переходишь потом в вечность, а те, которые считаются блатными сейчас, они могут быть не тем потом. Все, друзья. Значит, выводы какие? Что, давайте посмотрим. Первое, не лезть, для меня вывод простой, не лезть в те схемы, которые Пелевин хорошо описал, есть такой писатель Виктор Пелевин, и он сказал, что можно быть или клоуном у людей нетрадиционной ориентации, или человеком нетрадиционной ориентации у клоунов. То есть, тот, кто лезет туда, у него только есть два выбора. Или ты клоун у тех, кто на П начинается, на В заканчивается, или ты тот, кто на П начинается, на В заканчивается у клоунов. И вот других там категорий нет. Это Пелевинская была штука, а царь Столмон об этом сказал еще раньше. Понятно. И второе, что мы живем в не очень хорошем поколении, поэтому нужно как можно больше отсекать себя от СМИ, от вот этих вот средств массовой информации, то, что называется. Но это как раз то, что формирует мировоззрение поколения, формирует это по заказу как раз этих, которые на П начинаются, на В заканчиваются. И, значит, нужно себя отсечь от всей этой грязи и сосредоточиться на Торе, на природе, на чистоте, на семье, на спорте, на своем развитии профессиональном, стать хорошим мастером в своей работе. И, как говорил нам царь Соломон, что видел ты мастера быстрого в своей работе. Будет он стоять перед царями и понятно. Все, друзья, удачи, успехов, всем хорошего дня и мы верим, что все будет хорошо все равно. Все, удачи, Анжелика Розадовская, мужу привет, всего хорошего. Все, пока. Я понимаю три вещи. Субтитры создавал DimaTorzok